МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта картина «Старый рыбак» была написана в 1902 году, но ее тайна стала известна лишь спустя сотню лет. Исследователи сделали сенсационное открытие полотно представляет собой послание, зашифрованное особым способом. Стоит приложить к портрету зеркало под определенным углом, и вместо старого рыбака мы увидим самого дьявола. И за его спиной не горная вершина, а настоящий вулкан. Закончив писать эту картину, венгерский художник Тивадар Чонтвари Костка потерял рассудок. Однако именно этот портрет принес неизвестному до тех пор живописцу всемирную славу. А это всем известная картина Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте». Исследователи видят в ней не только библейский сюжет, но и дьявольский подтекст. Смотрите внимательно. При помощи зеркала можно увидеть еще одну фигуру, которую гениальный художник зашифровал на своем полотне. Представьте, сколько людей ежедневно смотрят на картину, не подозревая о том, кто же на самом деле смотрит на них с холста. Сегодня исследователи уверены, живописцы не сами создавали тайные знаки. Ими руководила некая сила. За их спиной словно стояла черная тень. В мире много тайм. Одна из них будет раскрыта сегодня. Проклятие плачущего мальчика. Как одна картина уничтожила сотни домов в Великобритании. В один день все картины собрали в одном месте и подожгли. Смерть с первого взгляда. Кто пишет проклятые картины? Следующий сотрудник музея, уронивший картину, попал в аварию, сломал практически все кости. И почему гимн самоубийц запрещен на всех радиостанциях мира? По всему миру пошла вот какая-то волна суицида. Смерть на кончике пера. Как персонажи мстят своим создателям? Я лежала вся окровавленная. Кто прячется за кулисами театра? И какие роли актеры считают опасными для жизни? Я вообще был здоровый человек всегда. А тут сразу три полостных операции. Вдохновение или дьявольское наваждение? Что за сила управляет великими людьми? У Горького был договор с дьяволом. ТАЙНЫ МИРА ТЕНЬ ЧЕРНЫХ КРЫВЬЕВ Здравствуйте! С вами Анна Чапна. Мы расследуем самые странные и загадочные явления, происходящие в современном мире. В 80-х годах прошлого века в Северной Англии без видимой причины сгорели сотни домов. Некоторые пострадавшие упоминали, что из всего имущества чудесным образом уцелела лишь дешевая репродукция. Вот эта картина. Она так и называется – Плачущий мальчик. В 1985 году около 300 домов в разных графствах Северной Англии сгорели дотла. Эксперты не обнаружили ни следов поджога, ни признаков неосторожного обращения с огнем. Жительница графства Суррей, психолог Сьюзи Хогарт, вспоминает те жаркие дни. Она говорит, что для борьбы с огнем местный муниципалитет создал особые команды добровольцев. Внезапно один за другим вспыхивали пожары по всей Северной Англии. Было ощущение, что на город обрушился огненный шквал. Известный английский журналист Стив Пант попытался выяснить, кто стоит за огненным смерчем в Северной Англии. Я видел отчеты, которые были сделаны пожарными на месте происшествий. Дома будто вспыхивали сами, как будто под влиянием какой-то магии. Кто же поджег дома порядочных налогоплательщиков? Стив Пант уверен, это дело рук испанского художника Прагалина. Репродукция его картины «Плачущий мальчик» была во всех сгоревших домах. Мало того, именно с того места, где висела картина, и начинался пожар. В 70-х, 80-х годах она продавалась почти в каждом магазине. Репродукция была дешевой, поэтому неудивительно, что «Плачущий мальчик» висел в каждом доме. Семья Мэри Готбер переехала в Лондон в 86-м году из Йоркшира, как раз после серии странных пожаров, произошедших там. Эту историю Мэри рассказывала ее бабушка, которая сама пострадала от огненной стихии. Приехали пожарные, но от дома уже ничего не осталось. Он полностью сгорел. Единственное, что уцелело, репродукция картины «Плачущий мальчик». Мэри заинтересовала история загадочной картины, и она попыталась узнать, кем был ее автор и кто на самом деле изображен на этом портрете. Я знаю, что художник был испанцем, и на этой картине он изобразил своего маленького сына. Действительно, есть версия, что художник Джованни Браголин рисовал плачущего мальчика, используя в качестве моделей собственного сына. Однако ребенок плакать не хотел, и отец, чтобы довести юного натурщика до слез, жег возле его лица спички. Дело в том, что мальчик до смерти боялся огня. Мальчик плакал, художник рисовал. Однажды малыш закричал на отца. Горит и сам. Не прошло и месяца, как мальчик скончался от пневмонии. А вскоре в доме Браголина возник пожар, в котором погиб и сам художник. Сгорело все, кроме этой картины. Мы решили провести эксперимент. Заказали репродукцию плачущего мальчика в типографии и решили показать ее нашим экспертам, экстрасенсу Алене Орловой, художнику Михаилу Сатарову и психологу Наталье Московскиной. Наш эксперимент чуть было не сорвался в самом начале. Алена Орлова, или как она сама себя называет, генетическая ведьма, едва посмотрев на репродукцию, отказалась говорить о ней и попросила вынести портрет из комнаты. Правда, позже Алена Орлова все же согласилась рассказать, что же так ее напугало. Видимо, мальчик умер довольно-таки быстро после написания этой картины. И теперь вот эта ненависть и проклятие распространяется на всех тех, кто приобретает образ этого мальчика, ментал этого мальчика, заложенный сюда, имеет свойство выходить из картины и, соответственно, наносить определенные разрушающие действия в жилище, где эта репродукция находится. Наш второй эксперт, известный художник Михаил Сатаров уверен, некоторые картины действительно могут жить собственной жизнью и напрямую воздействовать на зрителей. Эта картина о страданиях, я так думаю, еще наложилась вера людей, что она приносит несчастье. И эта картина будет с каждым годом приносить проклятие. Психолог Наталья Московскина в мистику не верит. Однако, увидев репродукцию, она говорит, что у себя дома вряд ли бы повесила такую, да и никому бы не посоветовала. Безусловно, в глазах, вот на мой взгляд, в его глазах таится ненависть. И эта картина, безусловно, вызывает стресс у человека, который на нее смотрит. Ребенок во тьме. И тьма его поглощает. В Великобритании эту картину объявили проклятой. 5 ноября 1985 года газета «Сан» сообщила, что на центральной площади города состоится массовое сожжение репродукций плачущего мальчика. В один день все картины собрали в одном месте и подожгли. Люди считали, что таким образом освободились от проклятия. Стояла жуткая тишина. И вдруг откуда-то раздался детский плач. После этого пожары в Северной Англии прекратились. Но до сих пор неизвестно, все ли репродукции плачущего мальчика были уничтожены. И где сейчас находится подлинник картины? Смотрите далее. Выставка со смертельным исходом. Какие полотна убивают критиков? В отношении этой репродукции существует специальная рекомендация. Людям со слабой психикой не смотреть. Они оживают с наступлением ночи. Кто становится жертвой проклятых картин? Сотрудник музея следующий ударил эту картину, после чего он заживо сгорел в своем доме. Загадка портрета. Почему все натурщики известного художника умирали? Может быть, в этом портрете будет заложено проклятие? О том, что отдельные произведения искусства могут быть наделены магической силой, верили и в древние времена. Современные исследователи пытаются доказать. Это не миф. Они считают, что некоторые полотна, книги и музыкальные композиции, словно живые существа, могут подчинять человека своей воле и даже убивать. Плоскость холста, она только на первый взгляд может показаться такой плоскостью. На самом деле мы знаем из даже литературных шедевров такие сюжеты, что из этой плоскости может выйти некто. Не так давно исследователи составили список полотен, обладающих мистическими свойствами. За этими холстами уже закрепилась репутация проклятых. Бывает так, что действительно в картину вселяется сущность некоторая, потому что это тоже образ. И сущность, чувствуя этот образ, пытается оживить его собой. И тогда картина начинает тоже жить своей самостоятельной жизнью. Творение калифорнийского сюрреалиста Уильяма Стоунхэма. Руки сопротивляются ему, уже окрестили картиной, которая преследует. В отношении этой репродукции существует специальная рекомендация. Людям со слабой психикой не смотреть. Эту загадочную картину художника Стоунхэма вот уже 30 лет изучает искусствоведы, психологи и исследователи аномальных явлений. Но пока еще никому не удалось разгадать ее тайны. Скандал вокруг полотна начался после одной из выставок. Людям, смотревшим на картину, становилось плохо. Они теряли сознание, начинали беспричинно плакать и биться в судорогах. И искусствовед Лос-Анджелес Таймс, раскритиковавший на выставке эту картину, скончался на следующий день. Затем полотно приобрел актер Джон Марли, вскоре умерший при загадочных обстоятельствах в собственном доме. После смерти актера супружеская пара МакКинзи из Чикаго нашла картину на свалке среди груды мусора. Супруги забрали картину в свой дом и повесили в детской комнате. В первую же ночь четырехлетний ребенок прибежал к родителям в спальню с криками, что дети на картине дерутся. На следующую ночь ребенок кричал, что дети вышли из картины и ходили за дверью комнаты. После чего отец установил в комнате видеокамеру, которая срабатывала на движении. И камера несколько раз за ночь фиксировала движение. Парапсихолог Сергей Мадор утверждает, рассматривать этот холст небезопасно. Картина несет в себе огромный заряд отрицательной энергии. У мальчика завышенный лоб, абсолютно неестественные пропорции. У девочки глаза абсолютно неестественные. Они пустые, глубокие, как будто кукла, которую вырвали глаза. То есть это уже, по сути, нечеловеческое лицо. Эту картину Уильям Стоунхэм нарисовал в 1972 году. После того, как во дворе дома он случайно нашел старую фотографию. На ней изображен он сам в пятилетнем возрасте со своей маленькой сестрой возле здания Чикагского приюта для сирот. Но почему на холсте художник изобразил свое детство именно так? Мы разыскали автора этой картины. Уильям Стоунхэм живет в Окленде, штат Калифорния. Он продолжает рисовать, но мистической в своем творчестве считает лишь одну картину. Правда, о проклятом полотне художник говорить не любит. Но впервые за 30 лет специально для программы «Тайны мира» он сделал исключение. Да, я знаю, с моей картиной связывают страшные события. Люди рассказывают ужасные истории, как будто дети, нарисованные на картине, по ночам выходят из нее. Художник рассказывает, что однажды ночью словно некая сила разбудила его и заставила пойти в студию. Он начал рисовать, и к утру картина была закончена. Уильям признается, что все это время он словно находился в гипнотическом сне. «Ночью было видение. Я нарисовал сам себя в пятилетнем возрасте. А кукла – это проводник, который может провести нас в параллельный мир, в мир снов». Вскоре после того, как за картиной закрепилась репутация проклятой, на самого художника посыпались проклятия. Уильяму угрожали и требовали прекратить заниматься живописью. Известные американские экстрасенсы Эд и Лорен Уоррены провели экспертизу полотна и заключили, что в картину вселились души убитых детей. Выяснилось, что как раз в ту ночь, когда художник писал картину, в соседнем лесу произошло жестокое убийство. Где сейчас находится картина, Уильям Стоунхэм не знает. Последний раз ее видели в феврале 2000 года на интернет-аукционе. Человек, купивший ее для своей частной коллекции, пожелал остаться неизвестным. Одна из самых дорогих картин в мире – известное полотно норвежского художника Эдварда Мунка «Крик». В апреле 2012 года она была продана на торгах Сотбис в Нью-Йорке за 119 миллионов долларов. Однако картину многие называют проклятой из-за череды трагических событий, которые произошли во время выставки «Крика» в Национальном музее Норвегии. Один из сотрудников музея случайно уронил эту картину при реставрации. На следующий день он внезапно потерял сознание. Начались головные боли, которые с каждым днем становились все невыносимее. Через неделю он покончил жизнь самоубийством. Следующий сотрудник музея, уронивший картину, попал в аварию и сломал практически все кости, после чего он умер. Далее сотрудник музея, следующий ударил эту картину, после чего он заживо сгорел в своем доме. Парапсихолог Сергей Мадер, изучающий мистические работы живописцев, уверен, через отдельные произведения искусства кто-то манипулирует нашим сознанием. Проводится над людьми эксперимент, вызываются какие-то состояния у людей. А через талантливых людей, естественно, можно перезаписывать, условно говоря, назовем это энергоинформационным вирусом, который будет затем тиражироваться по другим людям. Эксперты считают, к созданию ряда полотен, книг и музыкальных композиций причастны темные силы. Роковые шедевры убивают и сводят с ума. Искусство, вы поймите, это самое мощное орудие на Земле, гораздо мощнее, чем наука. Даже если вы не понимаете картину, на вас будет действовать ощущение ужаса, ощущение пустоты, ощущение радости, упадка. Искусство, оно всегда, с некоторой точки зрения, сверхъестественно и мистично. Кто откажется иметь свой портрет, да еще написанный известным художником? А между тем, это может оказаться очень рискованным. Еще в 19 веке в России художники сталкивались с нежеланием простых людей писать их портреты. Считалось, что если что-то случится с портретом, то пострадает и человек, заболеет или погибнет. В это верила и Анна Ахматова, говорившая, что после смерти человека его портрет меняется. Мало кому известно, что все натурщики Репина умирали вскоре после того, как художник заканчивал с ними работать. Это единственный портрет Модеста Мусоргского. Илья Репин завершил работу, и композитор умер на следующий день. Всемирно известный хирург Николай Пирогов также позировал для Ильи Репина. Работа над его портретом была окончена 3 декабря, а 5-го Пирогов скончался. Удивительно, но трагическая участь не обошла и Петра Столыпина. Великого реформатора застрелили на следующий день после того, как его портрет был готов. Когда художник создает портрет, он вкладывает определенную энергетику. Он может так создать портрет, может быть, в этом портрете быть заложено проклятие. Смотрите далее. Сатанист и великий гуманист. Кому поклонялся Максим Горький? У Горького был договор с дьяволом. И что скрывал известный художник Казимир Малевич? Тайна черного квадрата раскрыта. Черный квадрат Малевича – это сделка с дьяволом. Проклятые роли. Почему актеры отказываются играть Ивана Грозного, Офелию и Супермена? Когда я получил эту роль, и многие ко мне подходили и говорили, откажись, ну, не будь дураком. Многие мировые литературные шедевры открыто указывают на связь авторов с демоническими силами. И Гетте Фауст заключает договор с Мефистофелем. Дориан Грей, Оскара Уальда обменивает у дьявола свою душу на вечную молодость. Писатель Юрий Воробьевский утверждает, сюжет о продаже души дьяволу – вовсе не литературная фантазия. Исследователь уверен, многие из известных авторов на самом деле заключили договор с темными силами. У Горького был договор с дьяволом. И этот средний, в общем-то, по своим талантам писатель получил от него неслыханную славу, которую не знали ни Достоевский, ни Гоголь, ни Пушкин при жизни никто. И эту славу он использовал. В России его обожали, любили, читали миллионы, верили ему. Исследователь уверен, статус первого писателя СССР Максим Горький получил благодаря темным силам. В биографии Горького есть любопытный факт. Всю свою жизнь он молился одной единственной иконе. Эту икону видел только один человек. Друг писателя, драматург Илья Сургучев. Сургучев говорит, я смотрю и вижу, нарисованно, вне всякого сомнения, очень талантливым иконописцем. Дьявол с рожками страшный, страшный тем, что веселый, улыбается, румяный. Ужас меня охватывает, а тут еще с высоты Горького сковороста вдруг неожиданно на ухо. Хочешь, подарю. Уже будучи известным литератором, Максим Горький несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. Что же так мучило писателя? Он сам дал ответ на этот вопрос в одном из своих рассказов. После смерти прошу вскрыть мое тело и посмотреть, какой черт сидел внутри меня в последнее время. А кто сидел внутри, на самом деле, возникает вопрос. Кто-то сидел, кто-то давал темы, кто-то помогал. Невероятно, но в биографиях многих известных людей исследователи находят факты, подтверждающие присутствие темных сил в их жизни. Московский художник Михаил Сатаров уверен, автор падшего демона Врубель писал свой шедевр под впечатлением от увиденного. То есть, я так понимаю, ему снился сатана. И он ему говорил, что как хорошо, что ты написал мою икону. И это не единичный случай. Черный квадрат на белом фоне. Картина Казимира Малевича, созданная еще в начале века, до сих пор притягивает к себе и исследователей, и любителей живописи. Александр Бенуа сказал потрясающие слова. Вот черный квадрат Малевича, это сделка с дьяволом. Исследователи уверены, с помощью искусства можно влиять на массы. Захватив душу одного талантливого человека, темные силы подчиняют себе миллионы. А если начнется опять непонимание дьявола или упоение дьяволом, или уж не дай бог превращение дьявола в бога, как это случилось у Блока и Булгакова, тогда беши пропало и туши свет. Историк Юрий Воробьевский утверждает, писатели, художники, музыканты и актеры всегда находятся под пристальным наблюдением темных сил. Выбор демонического мира в первую очередь падает на талантливого человека. И поэтому эти бездарные, но имеющие, конечно, огромное количество преимуществ перед человеком, эти сущности, они используют то, чего у них нет, человеческий талант. Поэтому надо, может быть, поразить одного или двоих людей, которые точно совершенно в общей массе высвечиваются, как ярчайшие звезды, и это значит, что им поверят. И то искусство, которое они понесут в массы, будет признано и, может быть, даже канонизировано. Это и нужно без сообщений. Эксперты уверены, немало действительно талантливых людей находят себе покровителя в лице самого дьявола. Заключив с ним сделку, они лишаются души, но приобретают себе всемирную известность и славу. Есть такое выражение, искусство требует жертв. И вдруг выясняется, что жертв самых настоящих в плане жертвоприношения. Чтобы что-то получить, ты должен что-то отдать. Поэтому, может быть, судьбы людей известных, талантливых так несчастливы. Одним из самых мистических видов искусства режиссер Сергей Гинсбург считает кино. Режиссер уверен, сегодня это самый простой способ влиять на массы. В некоторых случаях сами актеры становятся заложниками дьявольской силы. Когда ты начинаешь вживаться в то или иное обстоятельство, в ту или иную фантазию, она становится реальностью для тебя. И чем талантливее ты это делаешь, чем больше ты в него входишь, тем больше оно может оказать на тебя влияние. Священник Олег Орлов утверждает, лицедейство – это главное оружие дьявола. Одно дело, когда актер показывает, на сцене или в кино, образ человека. Другое, когда появляется в роли злого духа. Если актер дерзает по Станиславскому войти в образ дьявола, войти в образ нечестивца, упыря, оборотня, то человек на мистическом уровне становится настолько сопричастным, что зачастую в него, видимо, образом входит бес. В кино есть ролик, который ни один актер играть не хочет. Вот список самых опасных персонажей – Офелия, Иван Грозный, Иуда и, как ни странно, Супермен. Считается, что эти роли прокляты, ведь их исполнители, как правило, погибают при загадочных обстоятельствах. Исследователи уверены – лидером по сбору душ являются Воланд и его свита из романа Булгакова «Мастера Маргарита». Статистика-то, в общем, удручающая, потому что роль Коровьева, как известно, играл Абдулов, в театре, как известно, роль Воланда играл Филатов, и гениальнейшие люди, гениальнейшие актеры, все это пережив, в общем-то, умерли намного раньше срока и намного раньше времени, чем они могли бы умереть. То есть если уж человек эту темную сторону из себя исторб, какого же дьявола ты примеряешь ее на себя? Вот дьявол в итоге и получится. И мы помним тяжелую судьбу и смерть Виктора Авилова, который на театральных подмостках играл в «Мастере и Маргарите», который тоже дерзнул перейти ту черту, которая отделяет добродетель от сатанизма. И сатана погубил его. Виктор Авилов играл в театре Воланда с двумя нательными крестами. Но на гастролях в Германии у него дважды останавливалось сердце. Роль дьявола стала для актера последней. В 2004 году он скончался от рака. У Валерии Ивакина, заменившего Авилова, на втором спектакле случился инфаркт. Эстафету принял художественный руководитель театра Валерий Беликович. Мне пришлось играть в Воланда, потому что кому? Как бы. И у меня случилась страшнейшая болезнь. Я вообще был здоровый человек всегда. А тут сразу три полостных операции, кровь и прочее, прочее. Считается, что страшный рок висит над ролью Иуды. В 1997-м англичанин Тони Уиллер, игравший Иуду, повесился на сцене во время спектакля «Страсти Христовой». В 2011-м история повторилась. Бразильский актер Тиаго Климек скончался во время постановки, в которой он исполнял роль Иуды Искариота. Актер провисел на веревке целых четыре минуты, прежде чем очевидцы осознали, что происходит. Проклятие Иуды не обошло и российского актера Валерия Еременко. Родственники и друзья умоляли актера отказаться от этой роли в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда». Когда я получил эту роль, и многие ко мне подходили и говорили, откажись, не будь дураком, нельзя в гробу сниматься, нельзя на себя петлю надевать. Во время репетиций актер даже несколько раз терял сознание, а однажды чуть не лишился жизни. Крест, который висит у нас на стене, который во втором акте должен играть, он сорвался со стены. И он сорвался в тот момент, когда я просто нагнулся поправить грим и раздробил стул, на котором я сидел. Трагическая случайность или мистическая закономерность? Исследователи до сих пор не могут объяснить, почему некоторые постановки, фильмы и роли несут на себе печать темных сил. Смотрите далее. Литературные пророки, предсказывающие будущее. Кто диктует им информацию? И вот он начинает автоматически писать. Он отключается, у него сознание. Поэт из Мурманска в подробностях описал свою смерть за 30 лет до трагической гибели. Снегом припорошен, лежит на правом боку. Герои книг оживают и мстят своим авторам. Кто совершил покушение на Юлию Шилову? Этот молодой человек, не говоря ни одного слова, он просто разворачивается и ногой бьют меня по голове. Это до сих пор остается загадкой. Как многие литераторы могли предсказать свою судьбу и даже называть дату смерти. Михаил Булгаков упорно повторял, что умрет в 39-м году и умер в начале 40-го. Николай Рубцов писал, «Я умру в крещенские морозы». Поэт действительно умер на крещение, 19 января. Федор Сологуб, «Я склоняюсь к смерти в декабре». Дата смерти – 5 декабря. Это строчки Андрея Белого, «Я умру от солнечных стрел». Его убил солнечный удар. Сам Михаил Лермонтов когда-то писал, «Скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был». Все в точности сбылось. Это научно доказанный факт. Многие творческие люди могут заглянуть в будущее. Предвидеть события и даже предсказывать свою смерть. Исследователь Александр Рыжов из Мурманска уверен, эту информацию писатель получает от потусторонних сил. Еще Ахматова говорила поэту, «Не пророчествуйте, сбывается». То есть это было прямое предупреждение авторам, что не надо в такие игры играть, не надо даже в шутку говорить о своей собственной смерти. Сам Александр уже несколько лет собирает и анализирует факты, связанные с литературными пророчествами. Поводом для этого расследования стала смерть его друга, поэта Владимира Смирнова. Он упал лицом в сугроб и замерз, потому что было очень холодно. Причем он пролежал таким образом несколько суток, и тело, естественно, заиндевело очень сильно. Поэтому пришлось его потом в морге очень долго оттаивать. Это произошло в 93-м году. Поэт погиб в десяти шагах от порога собственной дачи. Его супруга Роза Смирнова с ужасом вспоминает тот день. Снегом припорошен, лежит на правом боку. Рука вот так вот, как рука вошла в снег, вот так она. Она не шевельнулась. Невероятно! Но ровно за 30 лет до своей смерти поэт в подробностях описал собственную гибель. Стихотворение было опубликовано в 1993 году в сборнике «Поклонный крест». По хребту ли шагаю, внизом ли, Только вдруг на одной из троп Упаду я стужей, пронизанной, С головой зарывшись сугроб. Но однажды в мечтах обмануты Археологи, ребятня Откопают за место мамонта замороженного меня. Друг погибшего поэта Дмитрий Коржов вспоминает, что Владимир Смирнов рассказывал о странном видении. Ему часто снился один и тот же сон. Черная фигура в плаще показывает странную картину. Мертвое тело, припорошенное снегом. Попадание, попадание, абсолютное попадание. Ужасно. Нельзя предсказывать свою смерть в стихах. Это может обернуться какими-то страшными последствиями. Среди исследователей есть мнение, что люди творческие вовсе не предрекают будущее, а как бы моделируют его. Слова, зафиксированные на бумаге, обретают самостоятельную жизнь. В этом не так давно убедилась писательница Юлия Шилова. Она уверяет, сюжеты из ее романов становятся реальностью, а она сама попадает в те ситуации, которые описывала накануне на бумаге. В одном из романов на героиню Шиловой нападает в лифте незнакомец. По сюжету девушку спасли соседи, но грабитель успел забрать кошелек, мобильный телефон, а серьги вырвал вместе с мочкой. Описывая эту сцену, Юлия и не подозревала, что вскоре сама окажется на месте своей героини. Я подошла к лифту, рядом за мной влетел молодой человек, и он так быстро нажал кнопку, что у меня не было никакой возможности на спасение. Не говоря ни одного слова, он просто разворачивается и ногой бьет меня по голове. Незнакомец, напавший на Юлию Шилову, как будто действовал по сценарию ее же романа. Повалил, скажем, в лифте на пол. А вот первое, что он сделал, он стал выдирать сережки. А здесь он рванул вместе с мочкой. Но никакой боли я вот на тот момент не чувствовала, потому что он бил меня ногами по голове, по лицу. Юлия Шилова уверена, иногда герои литературных произведений сходят со страниц книг и начинают жить своей жизнью. Вот только кто вдохнул в них эту жизнь? Сам автор или какие-то темные силы, разыгрывающие этот страшный спектакль? Смотрите далее. Сенсационная находка ученых. Кому слагали оды древние шумеры? Есть и мистический момент, есть и какое-то влияние темных сил. Гимн самоубийц. Мы откроем тайну, которая толкает людей на суицид. Эту песню отказывались транслировать все радиостанции мира. Проклятие девятой симфонии. Что объединяет Бетховена и тувинских шаманов? Вообще все умения, все, что мы можем, это дают нам духи. Эту песню отказывались транслировать все радиостанции мира. Считалось, что она толкает людей к суициду. По наиболее распространенной версии, идея создания песни возникла в 1936 году, мрачным воскресным днем. Молодой венгерский пианист Режа Шереш поссорился со своей возлюбленной и в порыве отчаяния написал песню, назав ее «Мрачное воскресенье». Композиция быстро стала популярной. Но спустя несколько месяцев Венгрию захлестнула волна самоубийств. «Гимн самоубийц». Так люди называли эту песню. В 30-х годах она была известна во всем мире. По легенде, «Мрачное воскресенье» обладает странным магическим эффектом. В Венгрии, по информации полицейских протоколов, десятки людей покончили с собой под звуки этой песни. Эпидемия подобных самоубийств распространилась по всему миру. Вся история этой песни вызывает больше загадок, чем ответов. И, конечно, она пронизана мистикой, потому что в конечном итоге заканчивали жизнь самоубийством не только сотни человек, которые слушали эту вещь, но закончил жизнь самоубийством и сам автор. Автор гимна «Самоубийц» умер в 1968 году, выбросившись из окна своей квартиры в Будапеште. А его любимая отравилась. Рядом с ее телом была найдена нотная партитура «Песни Шарыша». На протяжении десятилетий исследователи пытаются разгадать тайну этого произведения. Композитор Илья Меломед уверен, разгадка хранится внутри самой песни. Понимаете, в этой песне есть некие моменты, которые можно интерпретировать как некую обреченность. И в самой мелодии, и в гармоническом ряде постоянно идет подъем и спад опять к самому началу. Композитор объясняет, странная последовательность нот из песни «Мрачное воскресенье» не открытие венгерского композитора. Именно это, нисходящее ре-минорное трезвучие, Бетховен выбрал лейтмотивом своей последней девятой симфонии. Илья Меломед утверждает, сочетание трех нот именно в такой последовательности вызывает у слушателя беспокойство и страх. Необъяснимый факт, но в мире музыки существует так называемое проклятие девятой симфонии. Легенда гласит, что многие известные композиторы умерли после написания симфонии, которая была названа девятой. Это и Бетховен, и Брукнер, и Шуберт, и ряд других музыкантов. Недавно ученые сделали сенсационное открытие. В Ираке на месте древнего государства Шумер была найдена глиняная табличка третьего тысячелетия до нашей эры. Исследователь из Германии Курт Закс расшифровал надписи на ней и установил, что это музыкальный отрывок, записанный клиновидной нотописью. Ученые установили, что эта часть гимна посвящена демону зла Осагу. Жрецы всех народов мира использовали музыку в ритуальных целях. Они прекрасно знали, что особая мелодия такое же смертельное оружие, как мечи и стрелы. Потомственная шаманка Шончалай Хованмей утверждает, мир населяют миллионы духов. Мы их не видим, но они всегда рядом, наблюдают за нами и контролируют каждый шаг. Шончалай уверена, напрямую с духами всегда могли общаться лишь избранные. Жрецы, шаманы и люди искусства. Тот, кто написал музыку, ему ее дали, потому что нам все дают, вообще все умения, все, что мы можем, это дают нам духи. И, соответственно, музыка, которая пришла к какому-то композитору и которая вызвала эту вещь, это его музыка. Он ее так интерпретировал. По мнению шаманки, люди, связанные с творчеством, это посредники между нашим миром и иной реальностью. Через их картины, книги, музыку потусторонние силы могут влиять на умы миллионов. Многие исследователи считают, что вдохновение – это транс, во время которого у человека открывается духовный портал. Сам автор в этот момент не владеет собой. Но кто же тогда управляет его сознанием и диктует темы? Король ужасов Стивен Кинг говорил, у меня есть маленький сундук с ужасами, который я приоткрываю, как ящик Пандоры. И потихоньку вытаскиваю по одной штуке. До творчества до сих пор остается загадкой. И, пожалуй, нет ответа на главный вопрос. Кто руководит творческим процессом? Сам автор или некие силы? С вами была Анна Чапман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...